12 к 5407.07.2018, обновлено, 12.55.07.2018 года, 7.601 Алма-Ата, 7 июл, РИА Новости. Во взаимоотношениях Казахстана и России нет неразрешимых вопросов, считает министр иностранных дел Республики Кайрат Абдрахманов. Об этом он написал в своей статье в российской газете в связи с 20-летием со дня принятия декларации между Казахстаном и Россией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в 21-м столетии. Между Казахстаном и Россией практически не существует вопросов, которые не были бы или не могли бы быть решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов. Сегодня отношения между нашими странами представляют собой успешную и эффективную модель двустороннего и интеграционного взаимодействия, которая является залогом стабильности и безопасности на всем евразийском пространстве, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. По его мнению, в этом плане показателен пример президентов Казахстана и России, которые находятся в тесном контакте и ведут постоянный диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и оценки положения дел в мире. Абдрахманов отметил, что в течение 2017 года на высшем уровне состоялось 6 двусторонних встреч и 12 телефонных разговоров. 14 мая 2018 года в Сочи президент Арканур Султан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин провели двустороннюю встречу на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. А 14 июня глава нашего государства был рад лично поздравить на стадионе Лужники и уважаемого российского коллегу со стартом исторического спортивного события – чемпионата мира по футболу. И уже сегодня можно от всей души поздравить сборную России с беспрецедентным успехом на Мундиале, отметил министр. По его мнению, такая интенсивность встреч и переговоров, безусловно, работает на укрепление связей и свидетельствует о заинтересованности в обеспечении стабильных и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Полагаю, что существующие дружественные отношения Казахстана с Россией по праву можно назвать сегодня успешной моделью стратегического партнерства и союзнических отношений государств на пространстве СНГ, заключил он.